Спокойно спите, милые солдаты. Мы чтим и любим вас. Но если тронут нас, то в бой пойдут внучата. За родину, своих детей, за стариков, за нас. Галина Петровна отца своего никогда не видела, только на фотографиях. Пётр Фёдорович погиб под Кёнигсбергом в январе 45-го. Для Галины Петровны пройти с бессмертным полком – дело самое важное. Отдать честь и память своему отцу. Как это? Как это забыть своих родителей? Для меня это невозможно. Я за 50 километров из сада приехала, бросила все дела. Это для меня очень торжественный день. Лучше всяких праздников. Колонны готовятся к построению. Заранее изготовленные транспаранты с фотографиями раздают владимирцам. Однако много и тех, кто сделал таблички самостоятельно. В рядах бессмертного полка Букобок стоят взрослые и дети, которые хранят память о подвиге. У каждого на портрете свой герой. Прадед, дед, отец. Я пришёл сюда с родителями, но они меня ждут там на 9 мая, а сейчас я иду один. Я хочу всем, чтобы все видели, что у меня тоже был дедушка военный, он участвовал на войне. Нужно понимать, что они с нами, они нам сделали эту победу. Если бы не они, мы бы сегодня, наверное, и не общались вместе с вами. Не было бы такого вот тренирования праздником, этого праздника со слезой на глазах, потому что спокойно говорить о том, что они были и что их нет. Бессмертный полк – акция, придуманная в прошлом году томскими журналистами. Буквально за год стала одной из самых массовых по всей России. Не только в ряды бессмертных полков стали более 150 тысяч человек. Во Владимирже первоначально рассчитывали на полтысячи человек, а в итоге получилось в два раза больше. В нашей стране, наверное, нет семьи, которые бы не погиб кто-либо из родных и близких во время этой Великой Отечественной войны. У меня у самого двое дедов воевали. И, конечно, я поддерживаю такие акции, проводимые нашим телевидением и всеми общественными организациями. Это главный праздник нашей страны. Его отмечают все, от мала до велика, вне зависимости от политических пристрастий, возраста, вероисповеданий. В этом году парад отличался от предыдущих. Возродили традицию праздничного салюта, военная техника, которую специально привезли из Иваново, проехала по улицам города. Всего более 20 тысяч человек приняли участие в праздничном шествии. Впервые поздравил Владимирских ветеранов в Рио губернатора Светлана Орлова. 300 тысяч солдат ушли на фронт из Владимирской области. Больше половины не вернулись. Сегодня меньше тысячи ветеранов осталось в нашем городе. Для них очень важно, чтобы нынешнее поколение не забывало, через что им пришлось пройти. Евгения Аксиненко, Артём Горчаков, Иван Лютков, Кирилл Губин, Артём Сыров. 6 канал.